При создании нашего интернет-магазина оздоровительной продукции мы, прежде всего, сконцентрировались на нескольких параметрах. И один из самых важных – это качество. Мы пришли к выводу, что качество зависит от размера производителя, от его особенностей. И чем более ручной труд используется при производстве нутрицептиков и функционального питания, тем лучше. Поскольку у производителя есть возможность для естественной сушки, для хранения ответственного, как только производитель становится более крупным, он старается положить в свою продукцию больше ароматизаторов, красителей и других неполезных веществ. Также у нас есть свой склад в США, где мы можем отслеживать качество продукции. Удобство в том, что мы находимся прямо на месте и можем оценивать ситуацию на складе. Основная проблема нутрицептиков и функционального питания состоит не в том, что они не являются нужными и являются неэффективными, а в том, что чаще всего их очень легко подделать. Также некоторые производители не обращают особо внимания на технологические процессы производства. Например, являются лекарственные растения, его биологически активные вещества растворимы в воде, либо в спиртах, либо в глицератах. Это все очень важные вещи. Многие не знают на самом деле всех тонкостей производства. Итак, я перечислю самые главные параметры качества нутрицептиков и функционального питания. Первое – это органическая продукция без добавления гербицидов, инсектицидов и прочей химии. Следующее – это микробиологическая обсемененность, когда в материале отсутствует избыток вредных бактерий, вредных примесей, бактериальных. Следующий важный параметр, чтобы отсутствовало тяжелые металлы в функциональном питании и нутрицептиках. Следующие параметры – это отсутствие радионуклида, потому что лекарственные травы и медицинские грибы имеют склонность к накоплению радионуклидов. Также мы очень следим за тем, чтобы производители обоснованно производили свою продукцию в том плане, что есть тенденция добавлять нутрицептики, функциональное питание, очень мало действующих веществ. И поэтому наша задача, как профессионалов, отследить эту продукцию, и в нашем каталоге нет продуктов, где содержание биологически активных веществ минимальное, а если оно минимальное, следовательно, не будет никакого эффекта для организма. Следующий очень важный пункт, что отсутствуют специалисты по тому, как рекомендовать нутрицептики повседневной жизни. Специальность натуропатии распространена в США, в англоговорящих странах, но не в России, поэтому кто назначает, какие дозировки, все это вопросы, которые остаются открытыми, и мы на своем сайте обязательно пишем аннотации, когда, зачем, почему должны использоваться нутрицептики, в каких дозах. Другим важным фактором является то обстоятельство, что большинство нутрицептиков, их исходная субстанция, они закупаются в Китае, привозятся в США, и в США наклеивается только этикетка, сделанная в США, и оно не имеет никакого отношения к исходному материалу. Мы также занимаемся тем, что отслеживаем, что действительно было произведено в США, это реальный продукт, который произведен в этой стране, либо привезено из Китая, и как бы в кавычках является американским. Следующий важный фактор, то, что на каждом производстве есть продукция для внутреннего потребления и для внешнего. Как вы понимаете, для внешнего потребления на экспорт поставляется не самое лучшее сырье, не самая лучшая продукция, поэтому наша задача тоже разделить, что используется для внутреннего потребления, то есть оно более качественное и более полезно, а что для внешнего. И также немаловажно понимать, насколько распространена нутрицептика. 80% населения в США используют нутрицептики и функциональное питание в ежедневном рационе. В Европе 60-70% используется. В Японии это самая удивительная страна, где почти 90% населения используют нутрицептики и функциональное питание ежедневно. И только в России это где-то 10-20%. То есть наблюдается дисбаланс, диспропорции, которые мы хотим изменить. Необходимо сказать, что существует два самых распространенных состояния у человека в плане нарушения здоровья. Это гиповитаминозы, то есть недостаток витаминов. И следующее состояние это микро и макроэлементозы, то есть недостаток микро и макроэлементов. Нутрицептики для этого существуют, чтобы восполнять недостаток всего этого. В повседневном питании наблюдается острая недостаточность и витаминов, и микро и макроэлементов. В связи с этим функциональное питание это совершенно необходимый компонент для ежедневной жизни. Тем более, если у вас повышенная физическая нагрузка или есть такие периоды в жизни, как беременность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok